коллеги добрый день добро пожаловать коллеги на вебинаровой клуба давайте проверим сначала качество коллеги наш слышно поставьте пожалуйста плюс все плюсы видим ну и надеюсь что нас тоже видно если не видно напишите так все отлично мы видим на связи уже много коллег уже под сотни участников очень приятно что у нас такая большая аудитория давайте начинать представлю спикеров докладчиков нашей встречи вот меня зовут владимир гусев я менеджер по развитию компании тематика рядом со мной мой коллега андрей шутин руководитель управления по инфраструктурным решением андрей большой эксперт по многим продуктовым решениям и в том числе по направлению продукции компания link вы оборудование по системам права управления бронирования не только этим ограничивается его практический и теоретический опыт еще раз повторюсь мы рады вас всех приветствовать добро пожаловать начинаем на сегодняшнюю наша встреча мы где-то на час планируем значит мы планируем уложиться не больше часа занять времени сначала небольшая вводная часть несколько слов о компания тематика и о вендорах которые мы будем представлять их решениях вот а дальше уже перейдем к основной части а тема встречи у нас называется комплексные решения для переговорных комнат по программе мы планировали таки три главных блока отразить какие виды оборудования применяется для оснащения переговорных комнат вторая часть это состояние комплексного решения для проведения видеоконференц-связи на базе продуктов двух вендоров ялинг и айтиси и эти части это к повысить эффективность использования переговорных путем применения специальных систем бронирования управления переговорными чему мы начну с вопроса почему мы решили посвятить вебинар именно этой теме это связано с тем что есть несколько причин на то наверное самые главные причины это связано с тем что спрос на вкс решение переговорных комнатах он остается постоянным и растет вторая причина этого моменте сложившейся ситуация связанная с ограничением поставков продукции западных лендеров американских лендеров поэтому спрос на теми дара которых сегодня мы будем рассказывать он вырос многократно в разы и мы видим это мы ощущаем это увеличение числа запросов от наших партнеров от клиентов поэтому наши точки зрения тема более чем актуально на сегодняшний день ну и так давайте перейдем к делу как я сказал несколько слов о нашей компании нашей компании уже 14 лет специализируется на дистрибуции телеком оборудования компания проекты дистрибуции за все время существования компания постоянно растет года года там где-то на 20 процентов где-то на 50 но это постоянный положительный тренд компания в своем штате имеет более чем 100 сотрудников и вот за время своей работы вот наработала партнерскую базу здесь мы указали на презентации 1700 компаний партнеров мы присутствуем имеют широкое географическое присутствие присутствуем более 12 городах на территории россии и стран ближнего зарубежья планы есть по расширению и на этот год компании присутствуем офисами а также присутствуем сервисными центрами более чем 40 городах следующий значит компания и пиматика работает с и философия компании пиматика мы работаем с теми компаниями где мы являемся даем так основными и стратегическими дистрибьюторами либо партнерами этих компаний где-то являемся единственными дистрибьюторами в частности представленные бренды которых мы сегодня будем рассказывать о решениях юбик и дуртэблит единственный дистрибьютор этих компаний в россии по компании я линк мы являемся ну назовем так единственным кто из года в год подтверждает платиновый статус 2017 году опематика была признана лучшим дистрибьютором я линка по миру в нашем портфеле представлены вот все решения которые есть я линка мы в этом плане уникальны и являемся единственным нас и линейка вкс у нас нет телефонных решений у нас нет гарнитур представлена ну то есть все 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 что есть я линка это все можно получить через айтематика что я на что я хотел обратить внимание даже наверно не то что я сейчас сказала хотел обратить внимание на то что все вендоры с кем мы работаем на текущий момент продолжает производство отгрузки в направлении россии и поэтому у нас нет никаких ограничений связи со сложившейся ситуации и нашей стране плоды компании они наполнены оборудованием поэтому под ваши запросы я там могу сказать что с очень большой вероятностью проекты там продажи будут выбираны со склада то есть не надо даже дополнительное оборудование так значит теперь ну совсем несколько слов вот у наших дарах которые мы говорим значит я линк мы сегодня представим решение по вкс у елинка очень широкая линейка вы это видите на слайде и терминалы терминалы для открытых систем и для таких систем как мировых лидеров как зум как microsoft бьёдовские решения там юсби видеокамеры аксессуары представлены отдельно есть большое направление связано с предоставлением серверов инфраструктуры есть сервера которые можно расположить на площадке собственной можно воспользоваться облачным решением это тоже мы далее в нашей презентации расскажем и также появилась вот новое направление так называемое решение для переговорных smart workspace он тоже пару слов дальнейшем об этом расскажем следующий наш гендер компания дисси это китайская компания компания уже 20-летней истории она специализируется на аудиоконферент системах ну опять вот увидите на слайде представлено по сути я наверно прочитаю все это или даже делать не буду читать вы сами прочитаете что могу сказать что компания мощные наши представители были проходили обучение у них четыре фабрики в китае хорошо известный брейн кита в китае и также вот они тут на международный рынок и цели не ограничиваться только китайским рынком но и работать целом по миру и мы видим в общем это получается получается успешно следующие два бренда которых мы расскажем это как раз вот компания юбик этой тайваньской компании которая специализируется на как раз системах бронирования панельные компьютеры кубик и систем бронирования управления от компании дорта вот так это общими мазками я представил наших гендеров о которых мы будем сегодня рассказывать теперь вот плавно начинаем переходить к нашей наверное основной части добавлю еще что по этим вендорам многие из вас я просто вижу в чате вот нам приходят пожелания хорошо провести сегодня с вами вебинар многие из вас посещали вот шоурум демонстрационный зал решения я линк айтиси юбик и door tablet он расположен в москве этот шоурум в этом году открываем шоурум новосибирске вот у нас планы есть и в екатеринбурге открыть также в этом плане прирастаем стараемся чтобы быть ближе к нашим заказчикам и к нашим партнерам по всей территории россии на базе наших следующие на базе наших офисов соответственно мы проводим обучение сертификацию партнеров помогаем нашим партнерам подготовки решений выборе решений а техническую поддержку осуществляем наши наши сотрудники граждане нашей страны сотрудники нашей компании поэтому поддержка на русском языке осуществляется ну вот такой вот небольшая вводная на 10 минут я думаю более чем достаточно дальше будем продолжать я передаю слово моему коллеги андрею который как раз начнет с того почему мы решили вам рассказать дальше основной части андрей спасибо владимир за вступление почему мы сегодня собрались поговорить по поводу переговорных комнат мы как ведущий дистрибьютор но постоянно отслеживаем статистику запросов в нашу систему мы сейчас видим следующие запросы которые приходят это запросы на проработку задач по оснащению в кс-оборудованию переговорные комнаты вообще оснащение конференц-зала и каждый пятый запрос приблизительно по статистике 20 процентов это за задача на комплексное оснащение переговорных комнат вот поэтому мы сегодня об этом будем будем с вами говорить вообще сердцем современной переговорной комнаты является в кс-система чаще это интегрировать интеграционный некий в кс-терминал на основе которого реализуется весь функционал комплекса или комплект периферийного оборудования готовый к быстрому подключению в работу вот ну и раз владимир затронул тему я линк и оборудование которое поставляется как переговорные комнаты так и для решения задач мобильных сотрудников индивидуальных рабочих мест наверное пару слов я хочу буквально рассказать про всю линейку которая наглядно отображена на этом слайде да вот можете видеть многообразие оборудования и аксессуаров которые я линк реализует в проектах либо как основа для системы декоративной связи либо как дополнительное оборудование для расширения возможностей если мы можем видеть и в кс-терминалы и микрофонные массивы и проводные беспроводные технологии и телефония как такая как дект так и сип-телефонии а также можем видеть новинки которые идут ногу со временем такие как видео бары например для средних и малых переговорных комнат а периферийное оборудование а также новинки текущего года интересное решение я линк уже с нового года выпустил и интересных новинки первая из них это хорошая оптическая камера с поддержкой функции наведения на говорящем плане слежения за ним когда он перемещается интересная вещь она поддерживает три основных функций это кадрирование наведение на говорящих по голосу и свяжение за электро вот а также интересные решения по оснащению интерактивных классов слева и справа на этом слайде вы можете видеть сенсорный экран вот он так интересно выглядит ножки хай-течные у него вот и сам экран сенсорный с встроенным в него терминалом а с левой стороны можете видеть аналог его только десктопный вариант для индивидуального рабочего места вот такие вот интересные новинки интересное оборудование я линк представляет для систем видеоконференц-связи здесь как пример решение задачи оснащения в кс комплектом переговорных разной площади начиная малых переговорных средних больших а также конференц-залах малый переговорные мы предлагаем вариант бюджетный и закрывающий основные задачи это бивайди комплекты на основе так называемого бивайди коммутатора которым подключается периферия мы можем носить его сумки перемещаться с рабочего места подмышку взяли ноутбук принесли в переговорный комнат одним кабелем подключили запустили любой удобный нам кс-клиент а также например если 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 необходимо не забыли блок питания ноутбука то наш комплект позволит еще и поддержать заряд батареи вашего ноутбука при помощи включения питания по тайп си если мы говорим про средние переговорные комнаты то это интересные видеобары которых говорил ранее которые работают как классический терминал cp4o3 так и также имеет возможность подключаться как внешнее устройство через usb type-c то есть оснастив этим устройством переговорную комнату вы можете спокойно прийти в не своим ноутбуком точно также одним кабелем подключить выбрать режиме войди и на ноутбуке запустить тот в кс-клиент который вы используете ну а для больших переговорных комнат и конференц-залов там конечно немножко другой подход и часто очень часто нужны решения многокамерные решение подключения существующие акустики или акустик которые поставляются сторонними поставщиками конференц-зал и нужен нужно в кс-ядро который бы объединяла все технологии и возможности и позволяла осуществлять автоматическое наведение на говорящим также локально усиливать звук и оставлять многокамерное решение когда у нас очень много выступающих нужно моментально переключаться между ними вот пожалуйста коллеги я вижу комментарии там идет дискуссия у нас смотрите от себя добавлю спрашивают по поводу флагманского назовем так инграционного терминала висе 880 и его брата такого близнеца висе 800 значит да информация все верно что сейчас я линк прекратил производство этой модели но именно обращаю внимание что в россии на складах айтематики находится в достаточном количестве этих терминалов то есть те проекты которые делались в прошлом году делались в начале этого года под все эти проекты оборудование есть наличие с этим интеграционным терминалом интеграционный терминал который следующего поколения 800 до к нему ну считается что он приходит на смену да он так тоже будет доступен там заказу но имейте ввиду что 880 и ваши проекты остаются в силе они будут реализованы на том оборудовании на котором было изначально запланировано все это реализуется это это одно а второе вот здесь вот на слайде вы видите видеобар митинг m400 многие из вас его видели многие из вас его ставили используют ну давайте мы же не зря сзади себя сделали такую небольшую зону поэтому если ружья висит она должна выстрелить да вот терминал разом сзади сзади нас стоит да значит вот вот можете посмотреть как он выглядит кто кто не знаком вот так выглядит этот терминал и митинга м-400 я пару слов скажу да еще во первых вот так он выглядит терминал для небольших переговорных комнат на 7 человек 20 квадрат приблизительно и он обладает 4к камерой да соневской у него нет ptz мы необходим не необходим вот поэтому достаточно цифры 8x вот это устройство как я вам говорил видеобар то есть это устройство поколения которое в себя включает как камеру так и микрофонный массив встроенный и кромка говорите также кодек терминал он находится внутри на базе android 10 с точки зрения различных интерфейсов все в нем необходимое есть в качестве периферии к ним можно подключать там проводные микрофоны беспроводные микрофоны потолочные микрофоны стороннюю акустику при необходимости но это уже более детально мы расскажем когда мы будем обсуждать какие-то конкретные задачи проект помимо всего прочего мы видим тоже пожалуйста видим некоторые вопросы я постараюсь по мере возможности опять же на них отвечать в процессе обсуждения вижу вопрос будет ли поддерживаться ноготочка на m800 очень важный вопрос вендор смотрит в будущее и он предпочитает с митинг а и 800 начиная продвигать облачные сервисы свои облачные сервисы о которых я пару слов скажу позже и если виси 880 обладал функцией многоточки то есть он собирал на себе других участников на 8 на 16 на 24 одновременно в точке зависимости от лицензии которые приобретал конечный заказчик то к сожалению да митинг а и 800 не не обладает этой возможности но у него есть много преимуществ таких как 4к поддержка поддержка вывода на 3 одновременных экрана вот и соответственно также многокамерное решение которое осуществляется на камерах ювси 84 86 вот так же был вопрос по поводу того является ли митинг борт 65 замена пола идеях совершенно верно да это замена я думаю что она будет и дешевле и функциональнее но это все будет ближайшего времени более детально расскажу далее что хочу сказать у нас есть замечательная периодическая система бкс вот соответственно виде этот слайд можно быстро сориентироваться по поставленной задачи и на пересечении строк и столбцов видеть устройство которое наиболее оптимально подходит для решения конкретной задачи а также вы можете видеть что у вендора есть возможность организовать свое бкс ядро он праймис локальный сервер с всеми современными функциями только вместо облака вы думаете если вы используете свой кон подконтрольный вам сервер а также есть аналоги зум как правило все практически все функции зума присутствуют и в облачном решении и олинг нисколько не уступает функционал на данный момент хостятся эти решения в китае европе и в сша но в ближайшее время уже понят вопрос о размещении хостинга в россии я добавлю о том что внимание коллеги нас подписано соглашение именно на дистрибуции и и этого сервиса в том числе у нас уже есть партнеры которые с нами подписали дилерское соглашение этот сервис доступен до заказчиков россии и уже есть пользователи которые стали уже работают с этим сервис у нас отдельные вебинары были на эту тему я думаю что мы не ограничимся там прошедшими двумя вебинарами в ближайшее время еще тоже запланирую но это вот такой вот еще одно достаточно большое направление я линка и она доступна облачный сервис кс спасибо один из ощущения дальше давайте еще раз все-таки вернемся к поставленным задачам и посмотрим что же мы сегодня более детально будем обсуждать первая задача по передаче четкой картинки высокого качества голоса выступающего а также возможность хорошо слышать удаленных участников когда уровня громкости встроенной акустики в тв панель недостаточно второе да когда выступающих слишком много они сидят в разных местах нужно захватывать голос каждого спикера индивидуально и и групповые микрофонные массивы которые захватывают голос по кругу уже не справляется потому что нужно так сказать бороться с возникающим эхо различными звуковыми коллизиями и мы знаем как это решить как решить эту задачу и третье для проведения больших совещаний возникает много трудностей какие трудности например подготовить печатные материалы раздать их контролировать проведение самого мероприятия обменяться информацией между участниками некий чат такой внутренний процессе того как идет совещание не отвлекая докладчиков и также должна быть совместная работа над документами в процессе да а если требуется голосование и задачи часто бывает то еще и голосование подведение итогов мероприятия произвести все эти задачи мы вместе с вами решим далее разобров каждую то мы видим из того что представлено на экране здесь как я говорил встроенных громкоговорителей динамик в краснородье называют недостаточно и мы предлагаем системы айтиси говорил владимир только в данном случае для решения этой задачи представлены усилителем звука для того чтобы усилить локальный звук до громкоговорителем различного типа напольного потолочного настенного и при необходимости разделять звуки либо например подключать подключать в режиме кофе брейков там и перерывах это внешние какие-то внешние источники музыку например какую-то фоновую такой launch такая схема мутации выйдет таким образом достаточно простая на вполне рабочая и решает поставленную задачу а вот то у нас дальше что мы что нам требуется нас требуется улучшить звук от участников собрания большой переговорки или конгресс-зале что имеется ввиду то есть мы должны хорошо четко слышать выступающего групповой микрофон уже не подойдет поэтому капсул должен микрофона капсул должен быть максимально близко к источнику говорящим если помещение большое я говорил в нем участников много вам этих слышно а также очень часто возникает необходимость достаточно бюджетно и без автоматизации решить задачу автоматического наведения на говорящем мы решаем эту задачу при помощи наших систем эти силы так выглядит принципиальная схема микрофоны в данном случае могут быть различных мы подготовили с владимиром несколько вариантов для вас показать и рассказать но принцип какой у нас есть микрофоны различных типов которые управляются контроллером микрофонов у нас есть акустика который мы говорили чуть раньше у нас есть микшерный пульт которому подключены эти подсистемы усиление звука и захвата звука а также есть часть ядра видеоконференц-связь вот и когда стоит задача наведения на говорящем например когда зал все молчат камера дает общий план когда один из участников заговаривает то камера будет наводиться на него это реализуется при помощи встроенных алгоритмов без необходимости программирования оборудования всего лишь одним кабелем который соединяет контроллер аудиоконференции и терминолог ну а теперь пару слов про различные виды микрофон как вариант о которых мы сегодня говорили если мы говорим про микрофоны компания link это микрофоны групповые то есть они звук захватывают по кругу это проводные микрофоны они питаются и подключаются через ethernet каскадом до 6 микрофонов нужно подключить тем самым мы можем реализовать задачу захвата голоса со стола различной геометрии б-образного т-образного тогда питать их не нужно отдельно их запитывает терминал они есть в виде потолочных микрофонов они монтируются в armstrong точно также подключаются по ethernet питаются управляются есть также вариант вот такого микрофона таких микрофонов можно подключить две пары они идут на подставки для зарядки и использовать технологии дект для передачи звуку это не колонка и громкоговоритель да это просто микрофон встроенный он захватывает звук по кругу такая у него кардиоида и соответственно передает его на термину когда же количество микрофонов я добавить от себя что этот вопрос постоянно возникает зарядки платформы на которой стоят микрофоны и и времени разъем и на этой платформе они заряжаются при этом располагаясь на этой платформе даже в режиме подзарядки они активны и с ними можно работать да без проблем включить и работа можно расположить использовать соответственно располагается на платформе они также подзаряжается отдельно у каждого есть свой раз разъемчик здесь везде мини к сожалению я точно вам не смогу это показать здесь индивидуально заряжать микрофонов хватает на день работы точно и в активном режиме если вы с утра там да да там литий полимерный аккумулятор встроенный у которого хватает на 45 приблизительно конференции вот ну а соответственно если мы говорим о том что необходимо индивидуально захватывать звук рассматриваем варианты они бывают проводные беспроводные врезные моторизированные то есть выезжающие из стола и микрофоны бывают таких вот интересных реализаций да можно микрофоны подключать по классической технологии это шестипиновая технология авиационного кабеля друг за другом каскадом там до 11-16 микрофонов зависит от модели а можно использовать в закладных заложенных из эрнет соответственно точно так же у нас есть микрофоны которые позволяют преобразовывать их стандарт шестипиновый в эзернет а есть микрофоны которые на борту уже имеют эзернет вот он у меня в руках микрофон третьего поколения мы можем видеть что здесь основной проходной интерфейс эзернет в данном случае мы эзернет используем не как там ой да просто как линию для подключения контроллер вот так выглядит один у нас линейка большая реализации но просто мы сейчас самые ходовые модели вам показывают так вот выглядит беспроводной микрофон он нечто похожее на то что я до этого показывал здесь литий-ионный аккумулятор 18650 которые можно при необходимости заменить они достаточно распространены у нас по рынку и соответственно подключаются они для зарядки либо к общей док-станции на 10 микрофонов который параллельно заряжает вот либо соответственно просто по юсб тайп си можете подключать и подзаряжать их есть микрофоны в виде вот таком когда у нас есть дополнительные сервисы на микрофоне экран для управления этими сервисами там для заказа кофе для голосования и прочее но это дополнительно когда требуется дополнительные функции фича вот и последнее время очень большой популярностью пользуются беспроводные приводные микрофоны двух типов это пушка имеющие две независимых кардиоиды то есть это обеспечивает возможность говорить не в сам микрофон не капсула как в копирин системе немножко дальше отсаживались там до полутора метров он будет захватывать качественно и хорошо они бывают за дисплеями бывают без дисплеев но в зависимости от поставленной задачи вот а также вот если такие интересные варианты он бывает строил встраиваемый столешницу то есть выезжающий из нее матризирован бывает такой беспроводной это микрофонный массив он рассчитан вот как мы с владимиром сидим до приблизительно двух человек хорошо захватываю несколько кардиоид независимых и нужное место мы можем его разместить вот а при необходимости если все-таки нам я вам говорю если стоит задача наведения на участника мы можем сделать таким образом мы на контроллере аудиоконференции собираем последовательность из микрофонов то есть список микрофонов на терминале делаем соответствующие пресеты на одной камере на второй камере кто не знает что пресет это преднастроенное положение и мы просто связываем пресет и конкретный микрофон при его включении пресет отрабатывать здесь даже программирование требуется нам достаточно просто соединить избе кабелем контроллера и терминал вот идем дальше когда задачи по усилению звука видеоконференс связи и захватывают индивидуального звука решены часто возникает задача по оснащению рабочих мест интерактивными сервисами да ну сейчас все привыкли нажимать на экран на тачскрин отдавать команды контролировать какие-то моменты и когда у нас возникает много трудностей там надо подготовить материал их раздать как я говорил да проконтролировать проведение своего мероприятия вдруг кому потребуется кофе какой-то дополнительный сервис еще чат для того чтобы с коллегами пообщаться не отвлекая говорящего да а также провести итоги голосования проголосовать и провести итоги тогда мы можем рекомендовать наши системы безбумажный так называемый безбумажный конференц-связи они состоят из целого блока оборудования да это моторизированные дисплея не выезжают из стола терминалы которые принимают видео сигнал от сервера потокового вещания и сервер управления всем вот этим вот парком устройств доступ которым расширяется через веб-интерфейс и при необходимости обмин может всегда включиться и проконтролировать промодерировать сам процесс совещания вот так приблизительно выглядит визуальная схема одного из проектов мы просто ее взяли спеку и сделали красиво для того чтобы было понятно что из себя что представляет вот обратите внимание что настойка вынесена в отдельное место да это позволяет удобно настраивать и управлять системой всеми уменьшает количество проводов соединений вот по центру стол с делегатами лево-нижний угол стола вместо председателя вот стол оборудован интерактивными рабочими местами то есть мы видим здесь и резервные экраны и терминалы там под словом у нас размещены проводные в данном случае проводные микрофон они могут быть интегрированы вместе с движными мониторами а могут стать отдельно опять же по необходимости задачи вот соответственно мы видим отдельно стол то есть трибуру с докладчиком и видим администратор конференции в правом нижнем углу они оборудованы теми же самыми мониторами но в качестве микрофонов без права использовались правами видим точку доступа которая собирается их сигнал кстати говоря . доступа на вайфай на беспроводный микрофон используют именно вайфай передачи сигнал вот ну а стойка отдельно вмещается все необходимое оборудование это и терминал видеоконференции с интеграцией с контроллером микрофона для автоматического наведения и подавить оптической обратной связи до которым я не рассказал но он выполняет функции защиты от звуковых колец и обратно так и называется подавить оптической обратной связи и от обратной связи возникающих анали чтобы не было там писка нарастающего при поднесении беспроводных микрофонов к громкоговорителям вот есть коммутатор у нас кстати говоря еще один из брендов это компания вайте которая производит l2 уровня коммутатор споя и споя такого дымового и агрегационного уровня коммутатора ну и соответственно элементы управления самой системы безможной конференции сервер управления потоковое вещание вот таким образом мы описали визуальную схему одного из проекта комментарии спрашиваем коллеги да вот сейчас вот мы так плавно мы на это не обратили внимание мы плавно перешли к системе которая как раз компания киси производит не я не я линк вопроса я линк делает монитора нет нет мы обратили внимание мы с вами да хорошо коллеги то есть мы сегодня говорим еще раз да мы сегодня говорим о трех брендах они в комплексе решают задачу общего обеспечение помещения большого малого среднего качественным хорошим звуком и видеоконференц-связь сегодня как раз говорим об этом так мы движемся так что я вижу коллеги у нас две трети пути мы с вами прошли у нас осталось 20 минут окей хорошо а ну также можем реализовать несколько разнесенных территориальных интерактивных рабочих пространств соединенных между собой при помощи интернет здесь мы в основе видим наш терминал видеоконференц-связи которым подключена там акустика и часть системы или вся система бумажный конференц-связь вот например в основном и дополнительном офисе как сейчас видите на экране работа с общими документами также удобно и проста то есть мы отобразили контент его видят и в основном офисе и в дополнительном офисе соответственно при помощи сервера потокового вещания мы отобразили его на моторизированных мониторах в офисе и через интернет при помощи сип соединения между терминалами vks передали контент в другой офис там его отобразили на экранах и матризированных дисплеях через сервер потокового вещания вот если же все-таки надо бюджет немножко урезать то можно заменить сервер потокового вещания как ни странно до маточным коммутатором мы получаем нам не требуется выступать мы сняли сигнал и просто раздали его на матризированный дисплей нам в этом случае даже терминалы не потребуется но даже если нам необходимо из дополнительного офиса в основной офис передать какой-либо контент имея один терминал и матричный коммутатор а также возможность передавать как источник беспроводных данных нашей презентации мы можем вставив флешку в терминал докладчика отобразить презентацию которую мы хотим передать в основной офис дополнительном офисе и через терминал vks обратно вернуть презентацию уже из дополнительного офиса в основной вот итак что мы имеем да мы говорим о том что у нас в основе всегда лежит интеграционный терминал ну в данном случае тот терминал который мы говорили весе 880 который заменяется сейчас мы видим ай-800 к нему подключаются вся необходимая атрибутика такая как камера или камеры когда у нас есть необходимости многокамерного решения планшет для управления например там нужно пресетами управлять дополнительно с места проводная передача презентации либо без проводной передачи презентации когда у нас есть ноутбук мы подключили его кнопку нажали и у вай фай отдали а сигнал контента на терминал ну и также подключили его к двум экранам на одном увидим участников на втором увидим презентацию вот эта часть vks было теперь часть локального усиления здесь все просто здесь появляется усилитель громкоговорители и микшерный пункт если он если требуется дополнительные какие-то источники добавлять далее мы видим что мы решаем задачу индивидуальных микрофонов проводные беспроводные моторизированные накладные и у нас еще появляется возможность добавлять комплекты беспроводных микрофонов для чего это например если есть присутствующие до который ними микрофона и нужно все равно как какое-то слово дать рассказать возможность выступить например передать ему ручной микрофон можно или например петличку повесить или головной микрофон повесить того чтобы и он мог выступить когда у нас возникает беспроводные необходимости применения беспроводных микрофонов мы всегда используем подавить оптической обратной связи там я говорил чуть ранее ну и когда первая вторая задача решена возникает необходимо решить третью задачу это оснастить интерактивными рабочими местами о которых я рассказал ранее мы используем нашу систему без бумажной конференции на основе материзированных дисплеев терминалов и средств управления а если нам это все нужно раздать еще на различные экраны то мы используем матричные коммуникации вот такие вот задачи комплексного характера мы готовы решить вместе с вами решаем успешно далее я бы хотел сказать что мы владимир говорили оборудование который находится регулирован вы забыли про то что последнее время бизнес хочет оптимизировать их использование самих переговорных комнат он должен контролировать то в них ходе кто выходит того чтобы снизить затраты и там издержки на аренду и как театр начинается с вешалки то соответственно любая переговорный комната оснащенной оборудованием она начинается система бронирования то есть возможность использовать входа помещение и вот такая компания как юбик и такая компания как дортейбл юбик в части аппаратной реализации дортейбл части программной реализации реализуют поставленную задачу здесь мы видим возможности возможности какие у нас кроме бронирования переговорной комнаты самой еще можно производить анализ ее использование и также добавлять возможность доработки решения под управления инженерными системы например климатом светом рульставними пример да какие задачи система наша может решить таким образом у нас получается программа из печенья для бронирования то есть сервер и некий клиент который находится оборудование качестве оборудования выступает панельные компьютеры которые отображают первый статус переговорной комнаты имеет возможность войти в переговорную комнату имея например определенные средства авторизации входящего открыть замок используя карточку примерно все рф айди иметь возможность при помощи этой карты строительного рассчитывателя производить авторизацию входящих также внутри помещений управлять сервисами и инженерными системами которые говорил ранее то еще из инженерных систем мы можем использовать в качестве управления да ну надо нам требуется в конце проведения совещания например очистить переговорную комнату да то есть помыть ее готовить к следующему совещанию мы можем называть сервис клининга а также например процессе совещания нам захотелось перекусить такой часто бывает особенно это освещение длинное как сейчас не хочешь пока не хочу потому что говорю а например кофейку бы я с удовольствием выпил и имея такой сервис до если будем воспользоваться а вот что хочу сказать по поводу самого софта да ну здесь представлены вот два производителя программа обеспечения которые мы сейчас достаточно эффективно применяем наших проектов и компании мирософт и софтом и компания door table нас несколько вендоров предполагалось но мы все-таки остановили сейчас данный момент силу политических и экономических ситуаций стране и зарубежом именно этих двух поставщиках вот данная система данные системы они подходят под задачи благодаря своему лаконичному интерфейсу достаточно простой пастомизации а также возможностью организовать быстрый старт проект не требуется особо сложной интеграции вот а теперь пару слов наверное я хотел бы рассказать про сами панельные пока которые используются в подобных проектах для бронирования переговорных комнат их всего три на данный момент но мы ожидаем появление еще одного варианта модели компании или сейчас мы просто поговорим с вами прокиды напомню это планшетный пк на базе android и на нем уже мы можем реализовать интерфейс и тем управления с дополнительной интеграцией под те задачи которые перед нами стоят есть вариант да я давайте пару слов расскажу про него значит это полноценный пока сенсорным экраном 10 дюймовом который обладает тремя индикациями с боков и внизу питается попоя имеет на себе считыватель имеет на себе камеру с автофокусом имеет на себе микрофоны и дина вот этих функций вполне достаточно для того чтобы реализовать различные схемы которые могут потребоваться заказчику есть модель проще для размещения внутри переговорных комнат также можно снаружи применять она имеет более лаконичный такой дизайн не имеет камеры не имеет считывателя а вот и стоит дешевле имеет такой вот плохой дизайн на мой взгляд который можно такие вот модели можно применять для решения задач и не требуется глубокая экстремизация и полная интеграция вот и есть решение которое изначально производитель разработал для open space это бронирование рабочих мест когда у нас есть необходимость прийти быстренько поработать там оплатить при необходимости или авторизоваться то есть дать понять системе что именно вы занимаете это рабочее место вот такие вот интересные устройства которые стоят дешевле для достаточно бюджетных проектов но по крайней мере решают поставленные задачи индикации и бронирование то есть это панели также с тачскрином с 3 до 4 правда небольшой но для отображения ключевой информации и статуса занятости или свободны статуса они подходят как нельзя лучше и давайте мы с вами подытожим да вот наши преимущества точнее ваше преимущество при работе с нами то первое первое на первом и вам можем гарантировать и как минимум обеспечить это надежные поставки наши логистические схемы отработаны 14 годами да и даже последние события к вид и военной операции не сильно сказали не сильно сказались на сроке 40 логистик говорим о том что у нас есть возможность как мы сегодня показали обеспечивать реализацию комплексных решений для переговорных ком мы вам поставим и решим задачу оборудование с кривой сложности все оборудование в одном месте у нас на складах находятся основные типовые ходовые позиции выделены специалисты на русском языке то есть мы выделяем менеджер персонального выделяем персонального целого пресейла для сопровождения проекта один человек будет в курсе будет вас консультировать по технической части менеджер по коммерческой на всех его этап у нас есть возможность получить оборудование в тест на достаточно широкий парк администрационного оборудования и мы можем предоставить практически по всей так сказать россии где можно забрать кроме кроме наших офисов в москве и питере екатерины был в новосибирске ростове-на-дону и казани там еще есть возможность не везя из москвы оттуда получить необходимая модель оборудования под тест демонстрационный зал о котором говорил владимир московский демонстрационный зал работает уже полтора года также есть возможность сделать обзор если нет возможности приехать мы можем сделать виртуальный обзор используя да используя наши же вкс ядро вендор ялинг гарантийная и сервисная поддержка на русском языке это после продажная до соответственно без проблем поддерживаем а также обучение помощь сертификат сотрудников партнерских программ и то есть практически на всех этапах так мы являемся и айди дистрибьютором до этого люди дистрибьютор так называемый то есть дистрибьютор с дополнительным сервисом с дополнительной поддержкой дополнительных функционалов мы можем на каждом этапе вас поддерживать поэтому я призываю вас значит эти прерву ну очень коллеги смотрите значит прервал андрея не дал сказать и следующий мы с вами на площадке вы фокусы вы знаете что фокус сейчас проводит роут-шоу по россии едет по городам вот вчера выставка проходила мероприятие проходила в казани 18 мая следующие мероприятия каждую неделю будет проходить мероприятие в разных городах следующей неделе 25 мая в новосибирске 1 июня екатеринбурге 8 июня в санкт-петербурге 15 июня в краснодаре вот на всех этих мероприятиях мы будем присутствовать мы компания тематиком вместе вот всеми вендорами которых мы сейчас вам представили поэтому у нас включился не из москвы кто нас слышит и новосибирск екатеринбург краснодар рядом приглашаем вас мероприятие очень большая демозона наше там очень много оборудования представлено наши специалисты будут на этом мероприятии так что добро пожаловать гости да и давайте работать вместе резин самый амбициозный проект комплекс для решения комплекса знать что коллеги я смотрю на счетчик времени у нас осталось три минуты если честно возможности не было вот так вот детально просматривать комментарии вопросы которые вы задавали наши же коллеги вот александр истомин артем мартынов спасибо вам большое я вижу вы старались в онлайне все оперативно и быстро отвечать но если все-таки вопросы остались на которые мы не ответили коллеги тогда мы можем попробовать ответить на последний нет значит давайте как коллеги вот фиксируйте пожалуйста вот адрес на который можно будет выйти и миловки отправить ваши контакты и мы с вами тогда свяжемся ответим на ваши вопросы вы посылаете заинтересованных есть интерес к тому тому то и мы ответим свяжемся с вами что отлично все удалось так что тайминг уложили да все коллеги очень очень приятно что нас было много судя по вопросам я тоже понимаю было интересно вот спасибо вам большое без два два у нас бы не получилось да вот сейчас 170 человек в сети замечательно а это мы с вами прощаемся всего хорошего хорошего вам рабочего дня и удачи до встречи в проектах улья до свидания